А дальше мы еще больше поговорим об автоматизации вашего бизнеса со спикером, которого зовут Павел Баранчиков, компания IPG. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Денис. Приветствую вас, друзья. На самом деле выступать на формуле бизнеса – это всегда здорово, очень интересная программа, очень сильные спикеры, и мы рады быть организатором такой полезной конференции. Итак, давайте перейдем к теме моего доклада. Наверняка вы уже слышали доклады о том, как правильно внедрять CRM, как выбрать подрядчика и так далее. Но на нашей практике CRM чаще всего не работает по другой причине. Она не работает по причине ошибок, которые совершает непосредственно сам заказчик в процессе внедрения. И поскольку у нас достаточно большой бэкграунд, то есть за плечами уже 13 лет работы, есть огромный опыт по внедрению CRM в компании различного масштаба из различных сфер бизнеса, мы решили собрать в одной презентации все ошибки заказчика, из-за которых даже хорошо настроенная CRM не будет работать. И поверьте, любой заказчик совершает хотя бы одну из перечисленных далее ошибок, но чаще это 2-3 ошибки. Поэтому эта презентация будет полезна для всех слушателей. Сначала давайте я в двух словах расскажу о нашей компании, чтобы вы понимали, ну, собственно, почему мы имеем право рассуждать на эту тему. Сфера деятельности нашей компании, компания IPG, это автоматизация со дня основания компании, мы ей занимаемся. Сейчас мы занимаемся автоматизацией именно на базе продуктов Bittrex 24. Это веб-разработка, продвижение. И также с 2020 года мы стали продуктовой компанией. И у нас есть уже свои собственные продукты в области проверки контрагентов, в области автоматизации проведения оффлайн-мероприятий, в области автоматизации работы с тендерами. Кстати, есть продукты по автоматизации HR-отдела. Мы написали вот интеграцию с HeadHunter Bittrex 24. Есть интеграция с CADR Bittrex и на самом деле ряд других продуктов. Если говорить о нашей компании в цифрах, на рынке мы 13 лет, за плечами уже мы еще в прошлом году перевалили за 500 проектов по внедрению CRM-системы, корпоративных порталов и перевалили за 1000 проектов по веб-разработке. Ну, сюда входят как и какие-то закрытые B2B-кабинеты, так и сайты и интернет-магазины для наших клиентов. Для нас профильными рейтингами являются рейтинги вендора Bittrex 24 и в них мы занимаем также лидирующие места. Мы занимаем лидирующие места как в Уральском федеральном округе, так и входим в топ-10 среди партнеров Bittrex 24 в Российской Федерации среди более 2000 компаний. Разумеется, у нас есть все необходимые сертификаты, мы являемся золотым партнером 1S Bittrex, золотым партнером Bittrex 24. Также, наверное, стоит выделить, что у нас есть такая компетенция, как крупные корпоративные внедрения, которые позволяют нам работать с интерпрайз-решениями, продавать интерпрайз-продукты Bittrex и работать с компаниями, в которых более 1000 человек сотрудников. И опыт такой у нас есть достаточно большой. Ну и также стоит заметить, что все программисты и все руководители проектов нашей компании также сертифицированы. Вот перечень, небольшой перечень наших клиентов. Здесь перечислены такие крупные федеральные бренды, с которыми мы работаем, но это не значит, что мы не умеем работать с микро и малым бизнесом. У нас очень демократичная ставка часа и с нами также успешно сотрудничают небольшие локальные компании и у нас хорошее многолетнее сотрудничество с ними. Итак, давайте вернемся к теме доклада. Помогать нам сегодня будут два персонажа. Левого вы наверняка знаете, это Гай Ричи, и помогать нам будут сегодня персонажи из его замечательного фильма «Джентльмены». Помогать именно будут изобразить те заблуждения, с которыми сталкиваются многие руководители компании сегодня. А справа это наш персонаж, капитан IPG, который будет у нас визуализировать помощь в решении всех этих задач и давать полезные рекомендации. Итак, поехали. Первое заблуждение, с которым сталкиваются в основном небольшие компании, это микро и малый бизнес, они хотят внедрить продукт BitX24, CRM полностью самостоятельно. Что у нас получается на выходе из такого решения? На кого положить ответственность за внедрение? Ну, конечно же, это, как правило, руководитель отдела продаж или, может быть, даже сам руководитель компании. Мы понимаем, что временные ресурсы такого специалиста, как правило, сильно ограничены, то есть у него есть основные обязанности. И понимаем, что стоимость часа такого специалиста достаточно высока. При этом ему приходится разбираться в продукте практически с нуля, ему приходится выбирать продукт, ему приходится разбираться в том, как его настраивать, ему приходится совершать пробы и ошибки, неоднократно перенастраивать, пробовать разные юзер-кейсы. Ну, то есть то, что мы проходили условно первые три года работы нашей компании, а сейчас нам уже 13 лет, ему придется пройти за год. Разумеется, все это достаточно серьезно затягивается. Негативно это влияет в том числе на всю компанию, потому что финансовые показатели зависят от этого сотрудника, он будет заниматься непрофильным делом. Ну и результат внедрения будет таким посредственным, потому что в результате внедрения мы получим, скорее всего, неоптимально настроенный продукт, который будет перенастраиваться много раз. Кроме того, вряд ли он сам осилит такие вещи, как интеграция с учетными системами, с каналами коммуникации, ему все равно придется искать подрядчика для выполнения этих обязанностей. Таким образом, намного дешевле, намного быстрее и, скажем так, будет попадание в цель намного более вероятно, если вы найдете себе хорошего интегратора. А мы переходим к следующему заблуждению. Допустим, руководитель у нас решил, да, интегратор нужен, но он решает подойти к вопросу, как к покупке, я не знаю, телефона. И понимает, что, ну, на выходе я все равно буду иметь внедренную CRM, так давайте потратим на это как можно меньше денег. И начинается выбор между подрядчиками по основному фактору стоимость. Пусть он там делает немножко подольше, но зато он внедрит мне подешевле. К чему это, как правило, приводит? Вот, надо понимать, что стоимость, да, на рынке есть сформированная и хорошие специалисты не будут работать за какую-то небольшую совсем там нерыночную ставку. То есть вы обратитесь в компанию, которая, скорее всего, имеет, ну, небольшой опыт и не очень квалифицированных специалистов. К чему это может привести? Вы потратите в любом случае время и деньги, пускай небольшие деньги, но время вы потратите плюс-минус столько же, а ваше время тоже стоит дорого. Вероятнее всего, цель компании будет продать лицензию, да, и осуществить какую-то небольшую консультацию. То есть, соответственно, вы останетесь с продуктом, который не будет детализированно хорошо под вас настроен, а, соответственно, он будет не очень удобен. И он будет не упрощать вам работу, а, вероятнее всего, эту работу усложнять. Это может привести к разочарованию в продукте, и CRM может в компании не прижиться. Какие рекомендации, чтобы, ну, вот этого избежать? Надо выбрать хорошего интегратора. Как его выбрать? Дам несколько советов. То есть, первое, вы можете пользоваться рейтингами. То есть, у Bitrix24 есть замечательный рейтинг партнеров, где вы можете применить фильтры, там, по городу, фильтры по отрасли и так далее, и найти подходящего подрядчика или несколько подрядчиков для того, чтобы провести переговоры. Во-вторых, вы можете зайти на сайт и почитать кейсы, да, которые он делал по CRM, и понять, насколько глубоко он погружается, какой у него процесс по внедрению Bitrix24. И, может быть, даже найти кейсы из вашей отрасли и понять, что действительно опыт отраслевой у этого подрядчика очень хороший, и обратиться к нему. Также вы можете запросить у него референс-листы, в которых он распишет, собственно, с кем работали, какие задачи выполняли. И выбрать из этого референс-листа я бы рекомендовал одну-две компании, которые плюс-минус совпадают по бизнес-процессам с вашей, и попросить контакты представителей этих компаний, позвонить, пообщаться, насколько было комфортно работать, достигнуты ли цели, используется ли система, и позадавать вопросы. Это тоже даст хороший фидбэк. Ну и последняя рекомендация, но не менее важная, да, от этого – разделить работу на этапы. То есть надо, чтобы работа шла понятными маленькими итерациями, допустим, там, не больше, чем по месяцу, да, чтобы каждый месяц вы получали видимый результат, подписывали какой-то акт и двигались дальше. Почему так? Потому что если вы будете играть в долгую, да, то есть вы там полгода будете ждать какого-то результата, а потом поймете, что выбранит того подрядчика, это будет больно. Поэтому лучше любой проект, даже очень большой, разделить на понятные итерации и двигаться по ним. После того, как выполнена первая итерация, вы понимаете, насколько качественно она выполнена, вас устраивает этот подрядчик, и вы двигаетесь с ним дальше. Это комфортно, на самом деле, для обеих сторон. А мы переходим к следующему заблуждению. Следующее заблуждение связано с тем, что руководитель считает, что можно найти интегратора, заплатить ему денег и дальше расслабиться, все сделает интегратор. Но, к сожалению, это не всегда так. Собственно, что мы получим в случае такого заблуждения? Руководитель компании будет недостаточно глубоко погружаться в процессы, то есть не будет хорошо рассказывать о процессах своей компании интегратору, не будет привлекать нужных специалистов к брифингам, не будет уделять достаточно времени и внимания на приемку результатов. И, соответственно, из-за плохого погружения интегратора в процессы компании структура и логика работы в CRM будет спроектирована некорректно, неудобно. А сотрудники не будут использовать CRM, которое не упрощает, а усложняет им жизнь. Таким образом, топ-менеджмент должен быть погружен в процесс внедрения CRM. Это надо заранее понимать и закладывать эти трудозатраты, если вы входите в проект внедрения CRM. Или назначить руководителем проекта специалиста, у которого, с одной стороны, достаточно мотивации во внедрение CRM, много полномочий для того, чтобы собирать с отделов нужную информацию и нужных участников бизнес-процессов, привлекать в нужные моменты к брифингам, к получению информации, к приемке результатов. Ну и в то же время он должен изнутри понимать верхний уровень его, хотя бы все процессы компании, а уже более глубоко подключать нужных специалистов. Ну и, конечно, необходимо подробно ознакомить интегратора с процессами компании, чтобы получить качественный результат на выходе. Двигаемся дальше. Следующее заблуждение популярно среди некоторых заказчиков. Заказчик рассуждает следующим образом, его можно понять. Он не понимает, почему аудит, да, это платная услуга. То есть заказчик рассуждает, то есть я вам рассказываю про свои бизнес-процессы, на выходе вроде как из этого этапа ничего не получают, да, я просто обогащаю вас знаниями и еще и плачу за это деньги. Почему? Соответственно, если заказчик рассуждает так, то он, скорее всего, будет искать компанию, у которой аудит, да, и написание ТЗ – это либо дешевая, либо бесплатная услуга. Как правило, опять же, эти компании преследуют не процесс внедрения, а продажу лицензии. Соответственно, что вы получите на выходе? Подрядчик достаточно плохо погрузится в процессы компании, поскольку, ну, вероятнее всего, это так будет. Вам отправят бриф, вы его сами заполните, отправите назад и в ответ получите с нету. Все, вот так коротко. Почему? Потому что если это более трудозатратно, здесь уже, ну, если много специалистов над этим действительно глубоко работают, там есть бизнес-аналитики, там проводится различное тестирование, там много брифингов, встреч, обсуждения гипотез и так далее. То есть, разумеется, за это любой интегратор возьмет какую-то оплату. А если это бесплатно, то это будет очень верхнеуровнево, да, и вы получите с нету, ну, и выводы вы уже знаете. Мы их делали в прошлых слайдах. То есть, пользоваться CRM будет неудобно, может быть разочарование в продукте, зато все знают, кто виноват, да, то есть, виноват будет либо неудобный продукт, либо подрядчик. И, ну, как следствие, да, деньги и время будут потрачены зря. Собственно, здесь хотелось бы дать следующие рекомендации. Должно быть четкое понимание, что грамотный аудит и написание технического задания на внедрение – это фундамент успешного проекта. И пока ваш интегратор, да, не погрузится глубоко в ваши процессы, не поймет все мелочи и все нюансы, сделать нормальный, спроектировать нормальную, хорошую логику работы CRM будет невозможно. Соответственно, выбирайте подрядчика с хорошими компетенциями в области бизнес-аналитики. То есть, не только чтобы были специалисты, которые знают, что Bittrex умеет настроить, а именно бизнес-аналитики. Это важно. Ну, и не надо жалеть денег на этот первый этап аудита, да, то есть, лучше внедрить с первого раза, да, если с первого раза не получится, то денег вы потратите значительно и времени значительно больше. То есть, этот этап очень важен, это надо понимать, и он действительно трудозатратен, и он действительно стоит своих денег. И на выходе вы получаете, по сути, готовое техническое задание на внедрение, которое учитывает все-все нюансы вашего бизнеса. И, в принципе, с этим заданием вы можете пойти не обязательно к этому же интегратору, можете пойти и к другому, хотя, ну, это, конечно, не приветствуется в нашей сфере. Следующее заблуждение. Допустим, заказчик понимает, что, окей, нужно найти интегратора, но руководителем проекта он никого назначать не хочет, он решает взять все на себя. Такое часто бывает в микробизнесе и, ну, там, в некоторых компаниях из малого бизнеса, когда структура компании еще не сильно развита, мало руководителей подразделений, и очень много операционки, да, ложится на руководителя компании, на директора. И он решает сам быть руководителем проекта со стороны заказчика. Такое возможно, и проект завершить успешно можно, да, но с какими проблемами, да, бывало, что мы сталкивались из-за этого? Как правило, у этого руководителя очень мало времени, да, потому что вот он участвует во всех операционных задачах компании. А из-за дефицита времени у него достаточно сложно ему организовать брифинги, предоставить запрошенную информацию, и проект зачастую из-за этого достаточно сильно затягивается. Также у директора не хватает ресурсов в дальнейшем контролировать использование CRM сотрудниками компании. Это тоже очень важно, то есть недостаточно просто настроить CRM, важно, чтобы ей начали пользоваться, да. И бывает так, что подобные проекты замораживаются, да, то есть вроде работа сделана, вроде она принята, но звоним на постпроектный аудит через месяц-полтора, спрашиваем, ну, как у вас дела, вы работаете, все ли вас устраивает. И руководитель говорит, да вы знаете, вот не нашел время, да, вроде обучение провели, вроде все сделали, но вот именно сам процесс запуска не сделан, потому что у меня нет времени все это контролировать и так далее, да. То есть вот есть такая проблема. Как ее решать? Ну, здесь два пути решения. То есть первое, руководителю надо заранее понимать, во что он ввязывается, да, и обговорить с подрядчиком, сколько нужно от меня ресурсов, сколько времени, что я должен конкретно делать, и запланировать эти ресурсы. Но если это слишком дорого для компании, то все-таки назначить выделенного руководителя проекта, который будет соответствовать следующим критериям. У него должна быть понятная мотивация во внедрении CRM, у него должно быть достаточно временных ресурсов на это внедрение, и у него должно быть достаточно полномочий над делами продаж и всеми отделами, которые будут задействованы в бизнес-процессах. Потому что отдел продаж много с какими отделами взаимодействует, и мы это, как правило, автоматизируем в CRM. С таким руководителем дела пойдут быстрее в гору, и вероятность успешного внедрения резко возрастает. И противоположное, да, есть заблуждение, когда решают найти интегратора, но назначают руководителем проекта линейный персонал, который вообще не замотивирован в том, чтобы эта CRM была внедрена. В данном случае мы говорим, Виталик, ты будешь руководителем проекта, а Виталик является сотрудником, просто обычным менеджером, допустим, да, у него нет ни мотивации, ни полномочий, ни хорошего знания процессов. Во что это выливается? Ему все внутри компании говорят, да, хорошо сделаем, но потом. Мне сейчас там неудобно. Навстречу вызвать он никого не может, у него не получается собрать информацию необходимую, сам он не заинтересован в результате, из-за этого пытается всячески минимизировать, да, свои трудозатраты. В итоге у интегратора данных, опять же, мало, проект затягивается, результат получается неудобным в использовании, CRM может, имеет, да, возможность не прижиться. Здесь рекомендации те же самые, что в прошлом слайде, то есть мы много очень говорим о том, что должен быть руководитель проекта, да, и вот действительно это важно. И вот руководитель проекта, повторюсь, должен быть замотивирован во внедрении CRM, то есть у него должна быть четкий KPI понятный, да, что вот это его проект. Он может его с чем-то совмещать, у него не проблема, я думаю, что до 1-3 его рабочего дня это будет занимать, не больше, и то в определенные периоды. Но он должен быть прям замотивирован. У него должно быть достаточно временных ресурсов, ну и достаточно полномочий и знаний процессов. Двигаемся дальше. Следующая проблематика заключается в таких перфекционистах, руководителях, которые хотят сразу, чтобы был построен космический корабль. То есть вот все, о чем они мечтали, чтобы было в проекте реализовано. С чем можно столкнуться, если мы следуем такой логике? Проект будет достаточно дорогим, да, потому что там много нестандартных каких-то доработок, нестандартных интеграций, то есть все это выливается в трудозатраты, в часы и в деньги. И, соответственно, бывает так, что вот там аудит проведен, все пожелания заказчика учтены, он смотрит на смету и говорит, не, ребят, я рассчитывал раз-пять дешевле, да. Начинает там ходить по рынку и тоже, соответственно, не находит, ну и возвращается к тому, что окей, будем резать проект на этапы. Далее. Возникает много проблем в реализации, да, то есть какой-то сложный функционал, не всегда укладывается подрядчик в сроки, бывает, что что-то там, какие-то проблемы возникают. Когда мы говорим про двух-трехсторонней интеграции, здесь же задействован не только интегратор, но и сотрудники какой-то другой системы, либо там внутренние 1С-ники заказчика, либо, может быть, подрядчики еще одни, да, которые тоже могут затягивать процесс, и это надо понимать. И бывает так, что команда заказчика просто устает от процесса реализации проекта. Почему? Да потому что они долго не видят результатов. Они слишком много всего напланировали, да, и им приходится очень долго ждать, чтобы, ну, хоть что-то увидеть, даже если за это там заплачен. Здесь какие рекомендации? На самом деле не нужно уменьшать, скажем так, список своих пожеланий, да, их нужно обязательно озвучивать, но надо понимать, что внедряться все должно поэтапно. То есть сначала нужно запускать тот базовый функционал, ради которого все затевалось. Пускай где-то что-то по мелочам, да, будет неудобно, но надо будет дополнительное окно открыть, да, или там какая-то выгрузка не будет пока временно работать. Но зато у вас будет базово закрыты все основные ваши потребности. Мы называем это MVP, да, Most Valuable Product. Запускаем его, мы понимаем, что прижила система, все хорошо, все работает, и после этого мы уже запускаем остальные этапы и делаем доработки. Бывает так, что крупные заказчики сначала перед запуском в промышленную эксплуатацию тестируют это на группе сотрудников на одном подразделении компании, да, а потом уже дорабатывают и выпускают, публикуют это уже на всю компанию. Причем я не говорю, что MVP не должно включать вообще ничего. То есть разумеется, все базовые моменты, такие как, не знаю, интеграция с телефонией, почтой, мессенджерами, интеграция с 1С, они все должны быть, но все, что вот нестандартное, кастомное, сложное, дорогое, да, лучше разбить на этапы. Так будет проще всем. Следующее заблуждение, это когда руководитель компании хорошо участвовал во внедрении CRM, но дальше решил в нее особо и не заходить. Ну все, система внедрена, сотрудники в ней, как-нибудь само будет работать и приносить мне больше конверсий, больше денег и так далее. К сожалению, так это тоже не работает. То есть если руководителя нет в CRM, если мы говорим про Bittrex24, он хотя бы там может все общение, все коммуникации перевести в Bittrex24, общаться только в рабочем чате, уйти из WhatsApp, из Skype, Telegram и прочих мессенджеров и перейти полностью в Bittrex. Если никакие бизнес-процессы, никакие коммуникации между сотрудниками и руководством не будут решаться в Bittrex, то вероятность, если руководитель компании не будет анализировать результаты работ, то есть использовать аналитические возможности CRM-системы, то вероятность того, что сотрудники будут использовать систему спустя рукава, очень высока. Потому что никто, мы все люди, мы так или иначе достаточно ленивые и консервативные, мы привыкли к определенному процессу ведения клиентов, кто-то в ежедневнике, кто-то в телефоне, кто-то вообще считает, что все в голове и он ничего не забудет. И все по накатанной стараются двигаться так же, да, то есть и мотивации вот самостоятельно, вот прям самостоятельно без помощи какой-то дополнительной мотивации от компании перейти и начать работать с CRM не всегда хватает. Есть люди ответственные, кому хватает, но рассчитывать на таких однозначно не стоит. Поэтому руководитель должен активно использовать аналитические возможности CRM, выстроить там все удобные дэшборды, отчеты, в реальном времени следить за показателями компании. Двигаемся дальше. Мотивация. Часто мотивация бывает либо перегнута, да, слишком жесткая, либо слишком мягкая. Давайте поговорим, какой же она должна быть. Если мотивация слишком жесткая, там, штрафные санкции, там, за неправильное использование CRM, там, к примеру, сотрудник, видите, 10% он лишился там своей зарплаты, из-за того, что неправильно использовал CRM, что это вызовет? Это вызовет негатив к системе, да, поэтому перегибать здесь палку нельзя. Ну и наоборот, если отсутствует мотивация, то, как мы выше говорили, сотрудник будет по привычке все делать как раньше и по минимуму использовать CRM. Наши рекомендации перечислю очень быстро, потому что время уже 5 минут, у меня осталось рассказать много чего хочется. Первое, нужно попробовать продать сотруднику саму идею, что CRM поможет им заработать больше, да, за счет того, что она будет напоминать им о всех клиентах, за счет того, что она будет экономить их время, там, автоматизировано формировать документы и вообще часть их работы возьмет на себя, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть нужно провести прям мастер-класс и показать, почему ты будешь зарабатывать больше, используя этот продукт. Нужно выставить грамотную систему обучения. Про это я прям много могу говорить, у нас прям хороший опыт выстраивания системы обучения для сотрудников компании, но сейчас нет на это времени, но на это надо уделить много внимания. Еженедельные планерки надо проводить именно в самой CRM, прямо открываете CRM, открываете Kanban, делаете фильтр по сотруднику и говорите, смотри, почему вот эта сделка не на своем этапе, почему вот у этой сделки нет дел, да, потому что ничего не планируешь дальше как-то ее двигать, как может существовать сделка, по которой у тебя ничего не запланировано и так далее. То есть вы прям, ну у нас, мы, как правило, клиентам даем четкие рекомендации план проведения планерок и вот две-три планерки и сотрудники, по крайней мере, к самой планерке начинают уже жестко готовиться и ближе к планерке CRM прям преображается и все там становится замечательно. KPI, да, можно завязать на показателях CRM, чтобы вот только на, допустим, сделках закрытых в CRM и по счетам оплаченных в CRM, то есть все отчеты выгружаются из CRM и на основе этого начисляется зарплата. Тогда тоже CRM в любом случае будет вестись правильно, ну хотя бы к концу месяца, когда там отчетный период, все будет подбиваться в нее и все данные будут актуальны. Ну и, повторюсь, руководитель должен пользоваться аналитическими возможностями, тут же будет видеть какие-то несоответствия, ему это будет не нравиться, он будет вызывать сотрудников, говорить им об этом и со временем сотрудники все привыкнут к грамотному ведению CRM-системы. И в заключении вот этих десяти ошибок, это такая ошибка, что заказчик думает, что все, я CRM-ку внедрил и на этом все закончилось, развивать ее необходимости нет. На самом деле CRM, как и любой продукт, нуждается в развитии, да, если мы не будем ее развивать, то компания будет упускать выгоды и финансы. При использовании CRM что-то может быть неудобно, захочется доработать, будут приходить какие-то идеи, что и где и как можно автоматизировать, сократить ручной труд, где-то что-то кому-то напомнить, клиентам сервис улучшить, NPS какой-нибудь внедрить и так далее, и так далее. Соответственно, мы советуем, первое, постпроектный аудит, это через месяц позвать интегратора, мы это практикуем и проанализировать, что используется, что не используется. Если что-то не используется, изучить почему, или доработать, или немножко модернизировать. Фиксировать все, что неудобно, и хотя бы раз в 3-6 месяцев также привлекать интегратора и вводить какие-то правки. Или заключить договор технической поддержки, как делают большинство наших клиентов, на какой-то хотя бы минимальный пакет часов, и прямо в реальном времени пришла идея, тут же внедрили. И поверьте, со временем вы начнете получать истинное удовольствие от использования вашей CRM-системы. Вы нивелируете негативное влияние человеческого фактора на ваш бизнес, ускорите бизнес-процессы, сделаете их прозрачными, повысите конверсию, продаж, получите аналитику практически безграничную для роста вашего бизнеса. И в заключение я хотел обратить ваше внимание на то, что у нас есть собственная редакция, и мы выкладываем достаточно много полезных для бизнеса материалов в социальных сетях. Это идеи по автоматизации различных процессов, лайфхаки, бизнес-кейсы, это обзор нового функционала Bittrex 24. И мы стараемся следовать логике, что как минимум одну полезную идею из наших статей и публикаций вы должны подчеркнуть именно для своего бизнеса. Поэтому призываем вас подписаться. Если вам сегодняшний доклад понравился, если информацию вы считаете полезной, призываем вам подписаться на наши социальные сети. А прямо сейчас я хотел бы провести еще такой маленький конкурс. Я вывел сейчас QR-код нашего канала в Telegram, который мы сейчас активно начали развивать. Пожалуйста, отсканируйте и добавьтесь. И первым двум людям, кто сегодня добавится, мы подарим вот такие вот подарки, вот такие термокружки. И также хотел сказать, это должно появиться в чате, о том, что мы дополнительно дарим скидку 15% на свои услуги при покупке лицензии Bittrex 24 у нас. И эту скидку можно потратить на что угодно. То есть на консультации по внедрению, на настройку, доработку Bittrex 24, на обучение сотрудников, на аудит и так далее. Заявки вы можете оставлять у нас на сайте, по телефону, с пометкой, что вы были в этом прекрасном мероприятии формулы бизнеса. У меня все. Большое спасибо. Я готов ответить на вопросы. Да, спасибо вам, Павел. Действительно у нас начинают приходить вопросы, друзья. Вы еще можете успеть отправить свой вопрос. В общем, Олег высказал мнение, что CRM для компании, где работают менее 25 сотрудников, это дорого. Действительно ли это так? Или если это не так, то почему? Ну, это не так, потому что современная CRM стоит недорого. То есть если вы посмотрите, там облачные тарифы Bittrex 24, я думаю, что вы сориентируетесь по ценам. Давайте возьмем, то есть если в компании работает 25 человек, ну в среднем, да, то есть выручка по году где-то 25-30 миллионов. Возьмем, ну допустим, там среднюю, какую-то минимальную, да, рентабельность, допустим, в 10% и получается, что там по году мы получаем 3 миллиона. При этом внедрение CRM, какое-то даже вот минимальное, которое обеспечит вам рост показателей, обойдется вам, ну пускай там в 200-300 тысяч рублей. То есть это там меньше 10% от чистой выручки. При этом, если посчитать, сколько может принести вам CRM-система, да, то, ну вот по нашим внутренним показателям, когда мы с клиентов собираем постпроектный аудит, то, то есть рост там в 20% по году чисто за счет внедрения CRM в продажах, это нормально. Соответственно, вы окупите это все за год. То есть нет, я тут не согласен с этим утверждением. Окей, еще один вопрос. Ольга спрашивает, можно ли использовать смарт-процессы в моем бизнесе? Бизнес у Ольги в сфере услуг в бьюти-индустрии, она говорит. Ну, не знаю, почему фокус именно на смарт-процессах. Дело в том, что смарт-процессы один из модулей Bittrex24. Но вообще в бьюти-индустрии у нас есть опыт использования, и Bittrex здесь подходит очень хорошо. Почему? Потому что в Bittrex есть такой инструмент, как бронирование ресурсов. То есть вы заводите в Bittrex24 свои ресурсы, то есть, допустим, условно, там, мастер Елена, которая красит ногти, там, мастер Татьяна, которая, там, не знаю, делает массаж лица, да. И, во-первых, вы из вот амбарной книги, где вы делаете запись, перейдете уже полностью в подцифрованное пространство, и вам будет проще записывать. То есть вы видите, кто когда занят, какой кабинет когда занят и так далее. То есть это первый плюс. Второй плюс – вы автоматизируете напоминание клиентам. То есть это напоминание по SMS о том, что вам назначен прием на такое-то время, и клиенты об этом будут не забывать, у вас будет меньше простоя у сотрудников. Вы можете автоматизировать NPS, вы можете вообще вот эту клиентскую историю взаимодействия с клиентами благодаря CRM-маркетингу очень сильно поднять. Потом вы можете работать с повторными продажами. Я так просто несколько здесь сейчас накидаю, да, что касается повторных продаж. Вот вы можете, допустим, засечь, что, допустим, ногти, там, раз в две недели, да, делают. И вы можете автоматизировать процесс, что через две недели после закрытия сделки по обслуживанию, там, покраске, да, ногтей, будет автоматом приходить приглашение, что мы ждем вас снова. И, соответственно, тем самым улучшить чистоту приема ваших постоянных клиентов. На самом деле много чего еще, да, но в рамках такого ответа, наверное, этого достаточно будет. Светлана спрашивает, в компании два менеджера нужна ли им CRM? Я бы за Павла ответил, нужна. Следующий вопрос. Совершенно верно, но я выше ответил. То есть если в компании там выше было 25 человек, это же не значит, что там 25 менеджеров, да. То есть 25 человек, это, как правило, там, ну, там, 2-5 менеджеров по продажам, а остальные это хоть другие лица. Так что я уже ответил на вопрос выше. Нужна. Она даже для одного человека нужна. То есть Bitrix24 бесплатный, да, вот используют люди, которые там условно на дому делают что-то и продают через, там, социальные сети, да. Для того, чтобы просто учитывать, чтобы понимать, сколько у вас клиентов и сколько у вас товара там лежит и вот это вот все. Потому что, ну, пользоваться, там, ежедневниками, экселями, это не так удобно. Да, я согласен. У меня даже просто по опыту ведения моего бизнеса у нас микроотдел продаж был, где работало как раз два менеджера по продажам. И тупо для того, чтобы не сидеть целый день в офисе и не слушать, о чего они говорят клиентам и корректировать их, а как-то контролировать дистанционно, уже для этого идеально подходит как раз вот Bitrix, как CRM-система. Потому что мы записывали их созвоны и потом в свободное время я мог понять, если он клиента забраковал, послушать его разговор и понять, а, так, виноват не клиент, виноват менеджер. Вот в чем оказывается дело. То есть, действительно, даже при небольшом штате. Да, действительно, это отличное подспорье для аналитики и для роста компании. То есть, руководителю это очень полезный инструмент. Ну что, спасибо. Спасибо вам, Павел. Еще есть у нас время, да? Вот еще один вопрос задать. А, все, мне подсказывают, что есть время. Окей, давайте тогда еще на один вопросик ответим. Я давно подбираю CRM для микробизнеса. Вроде сам софт доступен, но интеграция превышает эту стоимость в десятки раз. От 200 тысяч рублей для небольшой компании это неподъемно. Остаемся в Excel или есть еще какие-то решения для таких, как мы? Спрашивает Зельфира. Ну, микробизнес – понятие тоже очень растяжимое, потому что там компания из 30 человек на сегодня тоже считается микробизнесом. Поэтому я не всем понимаю, вот о чем здесь сейчас речь. Но вообще, смотрите, если вы совсем микробизнес, но располагаете временем, да, то есть множество курсов по Bitrix24, и вы можете сделать это самостоятельно. Учитывая тот момент, который я в первом слайде в своем, да, делал, что если все-таки во времени вы ограничены, если стоимость вашего часа, там, ну, условно больше 2000 рублей, да, то все-таки выгоднее вам будет потратить там 100-200 тысяч на интегратора. Все это окупится с лихвой. За сколько, сложно сказать, потому что я не понимаю, какой бизнес, какой оборот и так далее. Вот, то есть если условно, давайте в самую там печальную, ну, как печальную, не печальную ситуацию, назовем это так, на старте компании, у вас есть замечательная идея, у вас много времени и мало заказчиков, да, и вы решаете максимально хорошо подойти к этому вопросу, пожалуйста, вы можете потратить там 3 месяца на то, чтобы изучить продукт и как-то на коленке его настроить. Он уже начнет какую-то вам выгоду приносить. А потом, когда у вас появятся клиенты, деньги, вы уже будете его допиливать, донастраивать. Но это вот такой самый, наверное, начальный уровень. Вообще я бы не рекомендовал двигаться по этому пути. Мне кажется вообще, не знаю, Павел, согласитесь вы со мной или нет, что чаще всего люди не внедряют при какой-то такой схожей ситуации сериям-системы, просто до конца не понимая, за счет чего она им окупится. То есть это же не трата денег, это инвестиция. И в инвестициях самое важное, насколько быстро они окупаются и сколько потом приносят сверху прибыли. И поэтому, я думаю, друзья, вы можете вместо того, чтобы размышлять и переживать на эту тему, обратиться к нашим партнерам-интеграторам. И они с удовольствием вам расскажут, а за счет чего конкретно в вашей сфере, при ваших задачах окупится сериям-система, через сколько это произойдет и сколько денег вам принесет сверху. Да, на одной из первых встреч можно обобщенно рассказать об этом. А если заказчик зайдет в аудит, то там уже можно будет прям детально разобрать, то есть какие сейчас есть, какая проблематика есть в компании, за счет чего тратится много времени, где теряются деньги и как все эти, скажем так, дырки в воронки мы можем закрыть. И можно будет примерно прикинуть вообще, действительно ли это инвестиция и какие плюсы в финансовом плане на протяжении года получит компания и принять взвешенное решение. Ну и здесь опять же можно внедриться, скажем так, базово, да, можно прям, мы понимаем, что вот здорово, если мы сделаем вот эту интеграцию, мы прям можем там уволить двух человек, сэкономить кучу времени, вообще сервис наших клиентов получит значительно быстрее, и вот эти там сто тысяч купятся за месяц, а все, окей, делаем. Ну то есть вот так можно и рассуждать. Да, спасибо, спасибо вам большое, Павел, все очень понравилось, особенно мне лично, я думаю, Гайе Ричи тоже бы понравилось, юмор с джентльменами. Было полезно, спасибо и до новых встреч. Денис, спасибо, всего доброго.